Давайте я сразу почитаю стихотворение Москва Давайте пять минут перекюр и вернемся Здравствуйте, продолжим Что со звуком? Нормально, не громко, не тихо, все хорошо? Ну что, сегодня презентация Мне кажется, я пропадаю, когда погущаю голос, нет? Раз, 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 два, жопа Сэй, Евгений Алехин Так, сегодня презентация сборника, где купить табак в Кингисепе И поэтому первое стихотворение, оно будет таким Тут ребята по случаю... А, блять, извините Тут ребята на случай малолечо носят ножи Тут ребята по случаю малолечо садятся в тюрьму И вообще пацаны с окраин знают за жизнь Если дали пизды, то не спрашивай, почему Дали так далее, значит было за что И не надо тереть мне протяжей с духовных скреп Мой любимый шик город рядом с хлябью Кхвинских болот Кингисеп Все-таки мне кажется, какой-то свистящий звук, нет? Или в зол нормально идет все? Да? Ну ладно Сначала напьемся, потом протрезвеем Накроет, отпустит, ну или нет Сядем в автобус у галереи, уедем на самый дачный проспект И там у када между высотой дикий и пьян Ну вот пропадаю же Господин Звук Решер, можно с этим что-то сделать? А у нас есть Звук Решер? Саша, у нас есть Звук Решер? Да, 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 все, я вижу Сашу Типа я когда получается начинаю чуть громче говорить Я весь пропадаю Может другой микрофон взять, или... Я не знаю Ну, хотя вам виднее, наверное Давай Раз-раз Да я еще не повысил голос Сначала напьемся, потом протрезвеем Накроет, отпустит, ну или нет Сядем в автобус у галереи, уедем на самый дачный проспект И там у када между высоток дикие, пьяные, честные Не жалея здоровья и брендовых шмоток Впишемся в драку с местными В третьем рассвет в приемном покое На довольных лицах следы побоев Протрезвеем, напьемся, отпустит, накроет Мол, ты сделал такое Если чего, не успеем ночью К утру все равно наверстаем Я пишу для солдат и рабочих Простых пацанов с окраин Один конспект на троих По нему издавалась сессия А мы никогда не сдавались и создали свой нарратив То лето плавало и плавилось Безумно и страшно весело Солнце цепляло краем Остывающий финский залив Докурив одну на троих Мы бежали на электричку Небо покрылось черным И стало громко взрываться Собрались, пересчитали Остатки общей налички Стало предельно ясно Кому-то придется зайцем Один из нас где-то в Таиланде А кто говорит, в Черногории Другой нелепо погиб Самый высокий и самый красивый Чтобы задать цикличность Этой личной истории Я один курю Одну на троих На финском заливе Небо призрительно скалит Желтые зубы зданий По обоим своим берегам Здоровья уже не найдешь Оставив по впискам и клубам Те клубы давно закрылись А там, где еще вчера Жила смешная девчонка С косой и челкой В черно-розовых ванцах Откроет странная женщина С кричащим ребенком Не оставляя тебе ни единого шанса Узнать в усталых глазах Те самые Молча стоишь И в воздух хватаешь ртом Ребенок дернет ее за халат Это кто, мама? Да так, ответит она Никто И ты согласишься Никто, включив дурака Несется Нева твоим персональным стиксом Желтозубо и мрачно Тебе улыбнется река И Казанский собор Блеснет золотой фиксой Разрывает небо взрывы салютов В приступе паники ржут лошади А да все уже было, как будто Мы с тобой на театральной площади Целуемся так, будто завтра потоп Будто солнце возьмет и погаснет Целуемся так, чтоб Всем стало предельно ясно Кроме любви Ничего нет в мире Ни площадей, ни салютов, ни каменных зданий Посмотри мне в глаза И капитулируй, как Польша Перед фашистской Германией Слушайте, у меня еще проблема со стойком Ну типа она вот так вот Крутится, катается А другой нет? А может я просто не могу подкрутить нормально? Может у тебя получится? А верх-низкими что-то? Не-не-не, чтобы он оставался на своем месте Просто я вот так делаю И она вот так вот А, я понял Ну ладно Будем справляться с тем, что есть Почему эти районы называют спальными? Тут не спит почти никогда Мое поколение Пошлое и банальное Как русские города Которые строили в 20 веке Не особо заботишься об эстетической составляющей В моральные уроды и нравственные коллеги Думающие членами и влагалищами Интернет заменит нам любую веру Мы вряд ли создадим что-нибудь стоящее И вполне справедливо, что все пиксионеры Считают нас тупыми уебищами Петербург 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 В Москве так всегда Петербург пропадает. Да, да, да. Давай, подержи, похлопаем. Может, он может... Петербург! 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 Да, да, да. Может, я не включил? Я там чуть-чуть не включил. Петербургский нуар. Снегодождь. Опять снегодождь. Капли текут на асфальт по полам плаща. Приближался трамвай. По земле проходила дрожь. Я опять не приеду к тебе, хотя обещал. Петербургский нуар. Вороны кричат и кричат. Ветер фальшивит на водосточной трубе. Лодки вмерзший в лед. Безлюдный причал. Я обещал, но опять не приеду к тебе. Зажгутся кровью рекламы. Пойдут фонари. Сирены скорых примутся. Вытяну луну. Помнишь, я тебе говорил, что приеду к тебе. Я опять обманул. Всякое бывало. Не отрицаю. Однажды был похищен пришельцем. В оккупированном Кингисеппе был полицаем. И освобождающим Кингисепп красноармейцем. Пиздил, пиздили. Грабил, грабили, грешил. Замаливал грехи в кижах. И все возможные грабли узнал во всех падежах. Рожал, выращивал, ставил на ноги. На каких только не качался качелях. Но холодный ветер сладоги не даст забыть, кто я на самом деле. Слишком много девяносто первых маршруток. И не одной семьдесят шестой. Комендантский проспект. Район стрёмных муток. Особенно той весной, когда мы здесь жили, переехав из города пятидесяти тысяч в город пяти миллионов. И жизнь понеслась такая, что высечь на гранитных досках. Нужно наши портреты и развесить по всему проспекту Сизова. И комендантскому проспекту. Девяносто первое снова. А с коменды нас раскидало вообще. Мне вот на семьдесят шестой в центре. А потом уже на кладбище, где гораздо дороже квадратный метр, чем в той квартире, что мы снимали на деньги, которые присылали родители, молодые и злые провинциалы, главные жители Питера. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Так, там сейчас будет немного верлибров. Несколько. Четыре, пять, шесть. Не помню. Короче, я их буду с удовольствием читать. И перед ними, наверное, надо прочитать Илья-то где? Здесь, здесь, здесь. Илья просил стихотворение «I wrote high course about cannibalism and new yearbook». Вот. И из уважения к Илье, который из Москвы приехал в Кингисепп на чтение. Не могу просто этого не сделать. Похлопьте, пацаны, это реально. Это сложнее, чем в Петеринбург. Ты сначала должен дать Питера, потом, блядь, на маршрутку, потом ещё хуй поймем, где жить в Кингисеппе, потому что у нас нет домов. А, ну, в общем, там хостел открылись год назад только. Вот. Ладно, «I wrote high course». А утром в квартиру ворвался ОМОН. Нас вытащили из тёплой постели. Положили лицами в пол без ордера, без понятых. Короче, по беспределу. Я думал не о том, что у меня стаффа лет на тридцать, и я не скоро выйду, если выйду когда-нибудь, а о том, что ты не одета. И эти пидоры из полиции только что видели твою прекрасную грудь. Они ушли. Забрав деньги, наркотики, ноутбук, в качестве профилактики, сунув меня пару раз в ебало, мы включили «I wrote high course about cannibalism and new airbook» и снова залезли под одеяло. Браво! Браво! Так, верлибры пошли. Однажды я занимался сексом с девушкой. Не в том смысле, что единожды, а именно «однажды», то есть в очередной раз. И не в том смысле, что в очередной раз с этой девушкой, хотя и с ней мы занимались сексом неоднократно, это был очередной раз, я очередная девушка, в которую, как я тогда думал, я был влюблён, но это уже совсем не важно. И она кричала «О, Боже, какой большой!» А я не мог расслабиться, потому что думал, что это совсем не так. Я бы не назвал свой член маленьким. Посмотрел бы на того мужика, который назовёт свой член маленьким, на полном серьёзе, а не в качестве весёлой пьяной шутки. Я так говорю, потому что мне есть с чем сравнивать. Я бывал в мужских банях и даже однажды на нудийском пляже. И не то чтобы специально, но краем глаза мог заметить, что не особо выделяюсь на фоне остальных мужчин ни красотой обнажённого тела, ни умственными способностями, ни размером пениса. Она кричала «О, Боже, какой большой!» А я хотел только быстрее кончить и уехать, пить дома газированный напиток «Меринда», смотреть мультсериал про доктора Катца, пытаясь забыть этот нелепый обман, сказанный прямо в глаза в такой интимной обстановке, да ещё и любимым, как я тогда думал, человеком. АПЛОДИСМЕНТЫ Следующий стих написан в кофейне «Бэггинс» на Среднем проспекте Васильевского. Похмелье держало меня за горло. Голова кружилась. Я зашёл в одну хипстерскую кофейню на Среднем проспекте, такую, знаете, где у бариста борода заплетена в три косички, и все посетители улыбаются, обсуждают занятия йогой и психотерапию. Такая это была кофейня. «Я заказал какое-то медово-карамельное латто и купил пару печенек и конфет в кокосовой глазури по 40 рублей за одну жалкую конфетку, и пока ждал свой кофе, ел эти конфеты, пытаясь погрифовать на все 120 рублей, которые за них отдал». «Медово-карамельное латто для Максима!» – крикнул бариста. А я то ли от этих конфет, то ли от употребления слов «медово-карамельное латто» и моего имени в одном предложении выбежал на улицу и начал плевать в урну. Было около двух часов дня. Мимо ходили люди, но я знал, что хорошо выгляжу и не стеснялся людей. На мне были новые челси, укороченные штаны и золотая цепочка, надетая поверх водолазки, болталась натурной, в которую я плевал. «Охуенно!» – подумал я. Именно из таких моментов и состоит настоящая жизнь. Вытер губы носовым платком и пошел ближайший капак под крики баристы. «Медово-карамельное латто для Максима!» «Медово-карамельное латто для Максима!» А потом она выстрелила в меня из ружья. Такой был эпизод в истории любимых дедушки и бабушки. То, как он за ней ухаживал, сегодня назвали бы преследованием, вторжением в личное пространство и даже харассментом. За такие ухаживания сегодня выписывают судебные запреты на приближение. Но дело было в 57-м. И дедушка не знал, что все это преследование, вторжение в личное пространство и даже харассмент. Он только что отслужил в армии. Вернулся в родную деревню, подкоровывал бабушку возле сельской школы, где та работала у учительницей, шел за ней и кричала издалека. «Валентина! Почему ты не хочешь моей любви?» Еще он впятался в темноте возле ее дома. Выскакивал неожиданно и протягивал ей букет цветов. Бабушка кричала и пинала его, стараясь попасть в пах. Потом попривыкла, просто брала очередной букет, закрывала калитку и шла домой. «Валентина! Еще полюбишь меня?» Говорил ей вслед дедушка. А цепной пост-трезор подходил к калитке и лизал дедушке на руки. Он полюбил дедушку гораздо раньше бабушки. В конце концов, ночью дедушка залез к бабушке домой, целью похитить. А бабушка, приняв его за грабителя, и она была недалека от истины, схватила отцовское ружье и выстрелила, попав чуть выше левой ключицы. «Еще чуть выше, и пуля вошла бы в горло, и я не рассказывал бы вам эту историю. Валентина, когда же ты пойдешь за меня в ЗАГС?» спросил дедушка, когда бабушка навестила его в больнице. «Как только тебя выпишут!» вздохнула бабушка и вышла из палаты. «Видишь?» говорил мне дедушка, показывая шрам чуть выше левой ключицы. «Это что-то вроде обручального кольца». Сегодня я встретил бывшего одногруппника. Бывшего одногруппника в ментовской форме. Хэллоуин прошел, а Новый год еще не настал, так что не было надежды, что это карнавальный костюм. «Почему?» спросил я его вместо приветствия. «Как же так вышло?» «Мы же вместе проходили практику в муссарне, в основном бегая за кофе и подшивая документы. Видели их методы, все понимали и говорили друг другу, что никогда не будем такими. Помнишь, ты даже купил футболку Акап. Когда препод по уголовному праву спросил тебя, что это значит, ты ответил «Ассоциация свободных астрономов Волгограда». «Закон 1.3.1.2». «Почему?» Он посмотрел на меня без агрессии, даже без удивления, и ответил «Знаешь что?» «Иди-ка ты нахуй». «Иди-ка ты нахуй». Не мне тебе объяснять, что весь мир галлюцинация Бубби. Он без заката на глазном яблоке замерзшего альпиниста. Бесконечный рекламный ролик про кладок перед киносеансом. Так какая у тебя разница, чем заниматься? Можно подумать, твой выбор со всеми стишатами и гастролями намного лучше. По сути, ты служишь в такой же муссарне, как я, только форму не носишь. И эта муссарня у тебя в голове. Знаешь что, Максим? «Когда тебя поставят к стенке, а тебя поставят, ты можешь даже не сомневаться. Может быть, есть такая вероятность, что я совершу пару звонков, и тебе заменят высшую меру на десять лет в лагерей». «Ну ты, пидор», — сказал я беззлобно. Пожал ему руку, он пошел куда-то в сторону вокзала. Солнце золотило его погоны, и он был даже красив. Он идет мне навстречу, щупренький и безусый. Смотрит глазами дворняжки. Что тебе снится, юный наивный муссар, сползающий на глаза фуражки. Неужели люди в наручниках и на коленях? Неужели пытки в СИЗО? Что ты чувствуешь, когда стоишь в оцеплении под крики позор? «Я надеюсь, тебе снится, мама. Защищенный тобой он народ. И с этими мыслями ты заступаешь в наряд, просто знай. Если что-то вдруг произойдет, я хочу быть с тобой на одной стороне баррикад». Следующий стих написан в Грузии, по-моему, в 19-м году, в Тбилиси. Мы просто там попали во время протестов, и у них даже протесты похожи на застолье какое-то. И, в общем, я был очень удивлен и обрадован. И следующий стих. «Отличный день для революции. Сыр по шесть и вино по семь лари. Глаза, как огромные фарфоровые блюдца. Солнце жарит, мусора и оппозиционеры лузгают семечки. Непонятно, но весело кричат грузины. Две маленькие раскрасневшиеся девочки размахивают флагами Украины с перекрытого ростовеля свернем до дворы. Лозунги вслед несутся. «Милая, давай возьмем в литр хванчикары и пойдем на революцию». «Живи, Беларусь!» «Под водометами и шумовыми гранатами!» «Живи, Беларусь!» «Закалка старой хардкорной школы!» «Душным августом!» «В тапках и шортах!» «Такие пиздатые!» «Вы вышли на них полуголые!» «Без лозунгов!» «Без оружия!» «Без плакатов!» «Вы полуголые!» «Потов любых полумер!» «Живи, Беларусь!» «Под водометами и шумовыми гранатами!» «И когда-нибудь мы возьмем с вас пример!» «Всю ночь горело здание суда!» «Горели уголовные дела, а ночь ужасно темная была, и не светила ни одна звезда!» «Всю ночь горело здание суда!» «И, кажется, весь город освещала, пожарная бригада опоздала, уехала куда-то не туда!» «Всю ночь горело здание суда!» «Горели протоколы, показания, система исполнения наказаний, в ту ночь была наказана сама всю ночь!» «Горело здание суда!» «Сгорели кабинеты председателей и замопредседателей, и, кстати, не помогла им освещенная вода, которая хранилась в кабинетах всю ночь!» «Горело здание суда!» «И это было так невероятно круто!» «Будто издеваясь и дразня, по району идут двое неместных!» «А у Вадяса с Димоном праздник!» «Новый альбом Ганье Веста!» «Они взяли травы и рома забьют, нальют, будут слушать!» «А эти двое идут у Димонова дома, конечно, обойти было бы лучше!» «Подходит к Вадясу с Димоном!» «Не извините тебе, не приветов!» «Один говорит, будто старым знакомым!» «Давайте, пацаны, сигарету!» «У Димона в глазах непонимание!» «А что это, ребята, происходит?» «Новый альбом Канье!» «Не стоит омрачать мордобоем!» «Дал сигарету, зажигалку, не ударил в лицо, не залил из баллона!» «Такой день не жалко!» «Праздник у Вадяса с Димоном!» «Альбом оказался полнейшим говном!» «Послушали не более четверти часа!» «Сидят и грустят, Вадяс и Димон!» «Надо было дать пизды тем двум пидорасам!» «Ну, здравствуй, Цезарь!» «Расскажи мне, что ты, как ты!» «И не устал ли расширять империю?» «Мне говорят, ты стал другим!» «Приводят факты, но я не верю!» «Ты будто отпустил рабов, разрушил Колизей!» «И не приносил жертвы, чтобы шли дожди, и перестал казнить любимых и друзей!» «Да ладно, Цезарь!» «Мне-то не пизди!» «Да, я не верю этим разговорам!» «Но кто-то без рабов, без жертв, без Колизея!» «А я вот, предпочтя стишки, покинул форум!» «И знаешь, я ни капли не жалею!» «Мне люди говорили, я вернусь!» «И умоляя прощение, буду целовать твои сандали!» «Да, Цезарь!» «Иногда накатывает грусть!» «На вот насчет сандалей!» «Хуй там угадали!» «Тут хорошо в провинции, у моря, тут хлеб, вино и юные гитеры!» «Мы часто с ними, напиваясь, спорим про Геродота и Гомера!» «Тебе понравилось бы, Цезарь?» «Зуб даю!» «Приедешь, выпьем, посидим, поговорим!» «Серьезно, Цезарь, приезжай ко мне на юг!» «Бросай свой никому ненужный Рим!» «Наверное, я не открою тебе тайны, что от ножа умрет любой диктатор!» «Нехорошо это, неплохо, так печально!» «Ты приезжай, расскажешь, что ты, как ты!» «Бибенко» — это район в Петербурге, где я прожил последние несколько месяцев со своей новой любимой девушкой. Единственной любимой девушкой. И наконец-то мы переезжаем на Полтавскую улицу, которая прямо четыре шага до Невского. Но на «Дебенко» тоже было заебись, поэтому вот «Небо Дебенко» называется следующий стих. «Небо Дебенко» испачкано выбросом спермы, оставленного самолетом, летящим на север. «Раз я твой последний, я буду считать себя первым. Как пели веселые панки «Форева энд Эбба». «Из синего в черное» — это значит «Гроза». «Небо Дебенко» — выше многих небес. «Я говорю, а я привык отвечать за базар, что со мной, что с тобой мне гораздо лучше, чем без. Рассвет в три утра, белые ночи уже. Искусаны губы и синяки на коленках в стандартной многоэтажке. На восьмом этаже мы ближе к небу Дебенко». «Воздух стоит, его можно резать ножом, кромсать на куски и закусывать тёплый ширас, пусть Бог бережёт». «Я сейчас эту сладкую парочку рассажу». «Вот и у вас, да. Громко, громко». «Ладно, прощаю». «Воздух стоит, его можно резать ножом, кромсать на куски и закусывать тёплый ширас, пусть Бог бережёт, раз себя мы не бережём. И раз мы не волнуемся, волнуются мамы за нас. Воздух густеет, воздух трудно идти, трудно дышать, нужно выпить ещё стакан солнца. Безумный и злобный кретин всех нас убьёт, практически наверняка. Все мы умрём от холода или жары, все мы умрём. Об этом, собственно, речь. Мы принимаем правила этой игры. Пусть Бог бережёт, раз некому больше беречь. АПЛОДИСМЕНТЫ «Просто игра» «Один из моих самых мудрых поступков. Я съел тогда полтора». АПЛОДИСМЕНТЫ Я постоянно хочу спать. Я закрываю глаза в метро и кладу голову на плечо сидящего рядом пассажира. Просыпаюсь уже на конечной под п***ными взглядами ментов. Впереди ещё целый день, и я целый день сублимируя своё желание спать. В наркотики, в музыку и стихотворение. Каждым днём это становится всё более опасной игрой. Я уже долгое время как потерял ощущение времени. Я постоянно хочу спать. Постоянно хочу спать с тобой! АПЛОДИСМЕНТЫ Хорошо. Да, не за что. Почему я сказал, не за что? Что? В ответ на что я сказал, не за что? Б**ть, Ань... Я чё-то нажал... Наверное сам, вот, всё! Тебя всё хорошо. Я хочу перечитать предыдущее. А ну, бл**ть, куда-то, конечно. Давайте я его перечитаю А вы все его снимете в сторис И это будет единственное стихотворение Ко будет выложено с сегодняшнего концерта Прикиньте Ну типа ко мне будут заходить люди Посмотреть в сторис Там только этот стих И типа все подумают Что Тесли как бы настолько ужрался Что прочитал одно стихотворение И все, и ушел Бля, будет круто, давайте Бля, и все должны написать еще Что Тесли ужрался Прочитал один стих и ушел Бля, круто было Я подожду пока все достанут телефончики У кого есть что выпить Давайте выпьем Я постоянно хочу спать Все, все готовы? Да Все, теперь все? Да Ага, давайте Я постоянно хочу спать Я закрываю глаза в метро И кладу голову на плечо Сидящего рядом пассажира Просыпаюсь уже наконечной Под пристальными взглядами ментов Впереди еще целый день И я целый день сублимирую Своё желание спать В наркотике В музыку и стихотворение С каждым днем Это становится все более опасной игрой Я уже долгое время Как потерял ощущение времени Я постоянно хочу спать Постоянно хочу спать С тобой Я продолжаю слышать голоса И видеть мир, разорванным на части Я счастлив Потому что не хочу тебе писать Но все еще пишу Поэтому несчастье Толкаясь среди пьяниц и старых Уставок поездов, вокзалов и перронов Я больше никогда тебя не наберу Но буду вечно помнить номер телефона Ты сделала все точно так, как надо Ну что ж Тогда услуга за услугу Мы больше никогда не будем рядом И никогда не сможем друг без друга До сих пор я пишу стихи Это глупо Но ты считала, что мило Помнишь, я говорил тебе, что хочу проебать свою жизнь Кажется, получилось До сих пор я пишу о тебе Как-то так вышло, других тем больше нет И каждым стихом я ломаю себе хребет Ломаю себе хребет В общем, так Не хорошо и не плохо Забей, это все просто слова Естественно, я хочу, чтобы ты сдохла Но храни тебя Бог И будь счастлива Это похоже на юношеские стихи Из старой тетради Впрочем, что к этим чувствам Можно добавить нового Я буду думать о тебе Не больше 30 минут за день Это как расстояние От Черношевской до Садовой И каждый день постепенно Доза будет снижаться Завязавшие наркоманы Меня точно поймут Я тоже смогу слезть И лет через 20 Буду думать о тебе за сутки Не больше 5 минут А ветер А ветер забирался нам под куртки А небо будто бы его раскрасил полок И пьяные красноармейцы в пыльных бурках Нас задевали дулами винтовок Когда казалось, что уж слишком все всерьез Я закрывал глаза, считал до ста Мы, взявшись за руки, переходили мост И сцепались в него куски моста Закоченевшие вокруг лежали трупы И самолеты с сотнями летели Из Сакевского золотился купол Но мы не думали с тобой Об арт-обстреле На улицах ночного Ленинграда Возможно, лучшего из всех возможных городов Мы пережили революцию, блокаду И точно сможем пережить любовь Грязные мои шлюхи Тупые мои пезды Вы уже вышли из игры, пока я был не одинок Но помните наши ночи И свежий морозный воздух И как всегда было мокро у вас между ног Конечно, подросло новое поколение Без грязный шлюх этот мир никогда не останется Но тем не менее Но тем не менее Тупые мои пезды Беспечные мои красавицы Вы вспоминаете между родительским собранием Семейным отпуском и корпоративом Как мы забирались на крышу высотного здания И слушали вой кораблей с Финского залива Вспоминайте то, что не расскажете мужу и детям Я запомню вас дикими, юными И вы меня, пожалуйста, таким А если мы где-нибудь случайно взглядами встретимся Давайте просто улыбнемся И многозначительно промолчим Нас дико ебашило в такси Швыряло по салонам автомобиля Мы хотели о чем-то спросить И сразу забыли Целовались, как два плумных уебка Пачкой слюною заднее сидение На дворцовом встали в пробку Ты села ко мне на колени Я хотел узнать твое имя Но понял, что это будет лишним Сейчас уронем и подснимет На десятой линии вышли На улицах самого красивого города У домов со скульптурами и колоннами Мы были настолько упорыты Что даже казались влюбленными Полностью город покрыт опавшими листьями С каждым днем погода становится более жесткой Помнишь, как мы любили? Бешено искренне Словно Аллен Гинсберг и Питер Орловский Мне часто снятся кошмары И есть не хочется По симптомам похоже, будто подсел на травмал Я же не знал, что настолько боюсь одиночества Пока тебя не проебал Синие губы от красного вина В окно Исааки Купола Ты можешь дать или не дать Но я скажу пацанам, что дала Девочка с фамилией площади Центрального района Москвы Ты много не думай, если так будет проще Все не правы Но ни на ком не лежит вина Здесь странные творятся дела Влажные синие губы От красного сухого вина Исааки Купола А ну и как ты? Счастлива? Нет, я не пытаюсь доебаться Мне правда интересно Каково это? Растить детей А помнишь девятый год? Когда усиной погнали нации И у одного из них на щеке следы твоих ногтей И ты тогда еще угорала, что под твоими ногтями фашистская кожа А я смеялся в ответ, что никогда не буду обниматься с тобой Ну и как ты? Счастлива? Расскажи хоть, на что это похоже? На то, как пиздишь фашню на сеннай? И все-таки мы прекрасны в своем деструктиве Только жалко, что в нем не прожить дольше трех-четырех суток Ты говоришь, что не знаешь, кто из нас безумнее и красивее Я отвечаю Ну так Это только в физике одинаково заряженные частицы отталкиваются А в жизни все с точностью, да наоборот Ты смотришь мне в глаза, целуешь мои пальцы Я улыбаюсь и глажу твой живот Ты говоришь, что мы больше никогда не увидимся с тобой Я говорю, хорошо Тогда до следующей недели Обрывок в небе Обрывок неба в окне, а неожиданно для января голубой И на нем облака словно разрывы шрапнеля Илья Ты где? Курить пошел? Время по шоту Нет? Сейчас будет А, там сейчас просто нежность Давай после... Нет, блядь, сейчас все будут нежные Нет, тогда подожди Тогда пока не для шотов Ну давай Здравствуй, скво Я давно тебе не писал А время проходит Годы идут Ну вот до того, как меня призовут небеса Да-да, небеса А не черти в аду Я хочу сказать тебе, моя милая скво Когда будешь искать мою среди посторонних могил Знай, как тебя я не любил никого Да и тебя не любил Помнишь, скво? Мы мечтали уехать в леса В края глубоких козер и прохлады Да су... А, я думаю... Ну вообще там правильно сказали, а нет? Потому что я неправильно прочитала А стикет бы такой мощный В края высоких циклов Давай сначала Ну да, было бы глупо, если бы со второго четверо стих Я, блин, начну с третьей строчки Здравствуй, скво Я давно тебе не писал А время проходит А годы идут Но до того, как меня призовут небеса Да-да, небеса А не черти в аду Я хочу сказать тебе, моя милая скво Когда будешь искать мою Среди посторонних могил Знай, как тебя я не любил никого Да и тебя не любил Помнишь, скво? Мы мечтали уехать в леса В края высоких секво И прохлады глубоких козер Чтобы путалось утром солнце в твоих волосах Я о чем-то таком мечтаю я до сих пор Знаешь, скво? Как бы это сказать? Жизнь — игра И играть ее нужно легко В конце и твои, и мои, и любые другие глаза Кто-то просто закроет рукой И не так уж важно, чья это будет рука И не так уж важно, чьи отпоют голоса И кто на твоих поминках выпьет стакан До свидания, скво Я давно тебе не писал И ты извини, я не буду больше писать Ты же видишь, какой финал у любого письма Пост с криптом Как там в краю? Секвой и озер В лесах Зима АПЛОДИСМЕНТЫ Все, мне можно еще вина Я уснул, когда перестали ходить трамваем И проснулся с первым трамваем Иногда мне кажется Я переживаю гораздо меньше, чем мы переживаем Иногда мне кажется Наоборот Я гораздо больше, чем мы Вроде как знаешь, есть народ А есть население страны И русских я люблю больше, чем россиян В общем, ладно Пишу, удаляю письма Иногда мне кажется В этом весь я Иногда мне кажется В этом весь мы Не ходи сегодня на работу Скажи, что ты заболела Если спишь с таким, как я, идиотом И даришь свое прекрасное тело У тебя что-то не так с самооценкой Ведь ты красивее меня в миллионы раз Фотография Нью-Йорка на стенке И слезы из глаз Горела Невская мануфактура Вертолет летел над нами День пропитывался дымом Ты говорила, все со временем пройдет Но знай, я остаюсь непроходимым Мануфактура тлела, догорал закат И отражался пламенем в твоих зелено-карих глазах И вертолет кружился над нами День пропитывался гарью Блин, просто сейчас было два стиха Посвященных вот моей последней, единственной любви И я бы прочитал еще третий Который буквально написан вчера Но мой телефон где-то на зарядке У кого есть с собой телефон И кто подписан на мою группу? Дайте мне его Открой, пожалуйста, реализм У тебя же не в первых это группа? Бля, свое обожаю Ну правда, он мой хороший друг Утро настоящего русского поэта Начинается с пересчитывания вчерашнего гонорара И только потом он принимается за горячей кровь и холодный душ Настоящий русский поэт Гладко выборит Красивый, поджарый, сильный, крепкий, выносливый Словно пастуш Я собака Настоящий поэт вообще собака Потому что предан своему человеку И любит ее лизать Настоящий русский поэт бесконечно возвращается на свою итаку А еще у него моя фамилия И мои кори глаза Я вижу тебя И сердце ебошит Безумные ритмы В стиле маткор Ты считаешь, что я предал наше прошлое Только я уверен, что до сих пор Ты во время оргазма Кричишь мое имя Ломаешь ногти, сжимая одеяло Ты любишь меня И спишь с другими Я люблю тебя И сплю с кем попало Это лето даже не было летом Мы просто репетировали осень Опять не получили ответов Но задали много вопросов Гуляли по разным улицам Заходили в разные бары У нас, блядь Давайте, может А сколько я уже читаю? Кто? Давай перекурим Вот это и перекур? Да А не, подожди Может я пиздострадание закончу И после пиздострадания перекурим? Ну типа как после ебли Понятно? Да, да У меня осталось буквально 4 стиха Про пиздострадание И потом пойдем курить Это лето даже не было летом Мы просто репетировали осень Дольше носили цветы рачем Футболки и шорты Опять не получили ответов Но задали массу вопросов Отправили друг другу 5 сообщений А еще 100 были стерты Гуляли по разным улицам Заходили в разные бары У нас было два разных лета Хоть и думали об одном За тобой приезжали такси За мной пару раз санитары Мы словно главные герои В самом пошлом кино Как в самом пошлом кино Тогда начинается дождь Когда тот, кого ты ждала Опять не пришел на встречу Ты не думай, что никто не заметит Если ты вдруг умрешь Я замечу Бля, Илона, ты орешь теперь Очень громко говоришь Извиняю Больше так не делай просто Плевало солнце в разрисованные стены Я наконец-то мог побыть самим собой В который раз тебе цитировал Верлена, ты отвечала чем-то из Рэмбо И я провожал тебя уже четвертый час Снежинки таяли В стаканчиках с веном Заканчивалась пачка глуаз И неприятно близко был твой дом Мы шли с тобою по трамвайным рельсам Давно мне не было так тихо и спокойно И нас качало ветром Как пиратов Эдельвейса На виселице в Кельне Почти невозможно поверить Что когда-то наступит лето Сумасшедший апрель Кончает снегом с дождем В безлюдном и неприятном Парке трехсотлетия Мусора громко смеются О чем-то своем мусорском Впереди майские праздники Осталась неделя до тура Когда поездные шконки Заменит твою постель Я вернусь еще до июля Я же люблю тебя, дура А ты продолжаешь плакать Как этот ебаный апрель Ну и все, последний стих И пойдем курить Можно пробовать Сыреть воспоминания Но скорее всего В этом нет смысла Мы другими уже не станем Все на подкорке записано И перед сном мы думаем Друг о друге Даже если не подаем вида Да пошла нахуй Эта сука Да пошел в пизду Этот пидор Все едут сюда Я напился, кстати Поздравляю вас Да У меня с утра еще Заключают договор В понедельник На квартиру Когда мы приезжали С моей девушкой трезвые Мы очень понравились хозяйке А она сейчас летит С дня рождения Который был в Нижнем Новгороде А я вот из Москвы приеду И я, блядь, не знаю В каком состоянии придем к ней Так что, может, мы и не понравимся В Питер возвращаемся Да, а куда, блядь Тут останусь, что ли? Не, не У меня Калуга Только, когда в среду Там что-то такое Я еще три дня в Питере Пытож Че? Я продолжаю, короче Я вписался у этих скинов На сквоте в Капотне Блядь Нужна водка, кстати Соф Соф, ты где? Соф, а? Ты загоняешься к там? Как пастушь и собака Я тут Они там еще кушают Соф, сделай мне, пожалуйста Тремечку водочки Хорошо Там еще курят и пьют Некоторые даже пьют? Да! Ты серьезно? Кушают! Такая у меня публика Вы, блядь, что, пьете? Нет Ребята Я разочаровываю Просто я все буду Сверху на стоять Вместе в хуйню В микроволоксе Че, как вообще настроение? Все хорошо? Сида! Бля, ну заебись А че, только у тебя одной, да? У остальных все хуево? Да! Ладно, вы можете похлопать Может кто не кричать Просто похлопать А у тебя все-таки хуево, да? Похлопай Если у тебя все хорошо Спасибо Я вписался в этих скинов На сквоте в капотне Сра... Это что, водка? Я хотел рюмку Чтоб там лимончик такой тебе попал Ну в смысле А че, я буду стакан водяра Эти стоять хуярить? Сох Ну ладно Я посчитаю пока другой стих Он был похож на Брюса Али В кинокартине Путь дракона Кричали гопники Вали из Красногвардейского района Ему валить бы в самом деле Пока его не завалили Но шел неспешно Еле-еле Себе решив Ну или-или Пейзаж Парковка Магазин И с саундтреком Русский мат Их было четверо Один достал И показал травмат Ну все, бля Началась жара Но он был собран И спокоен Удар Еще один удар И минус два Осталось двое Один бежит через парковку Последний на асфальт Ложится Он отряхнул свою ветровку И оглядел их злые лица Пошел в ту сторону Где дом Раздался в выстрел Он упал И стал похож на Бельмондо В картине Профессионал Я вписался у этих скинов На сквоте В капотне Сразу скажу Не произошло бы ничего хорошего Если бы вы случайно Встретили их ночью В подворотне Такие пацаны Полные, как говорится Антисошл Три дня мы пили водку Зеленая марка Кто-то из них Кажется, ставился хмурым Играли в пятнашки На детской площадке В парке Нормальный, в общем, досуг В рамках молодежной культуры И вот Когда закончилась водка На сквоте С парнем По кличке Хризантема Поздним вечером Мы пошли в магазин Срезая путь Через одну из подворотин В которой я Не рекомендовал бы вам С этими парнями Встречу Ружье должно было бы стрелить И вот оно Быстреливает В этой подворотне Произойдут Главные события Сильно шатаясь Держась на ногах Еле-еле К нам двигаются Два тела Находящиеся В изрядном подпитии Ничего не говоря Без каких-либо Предварительных ласк Один достает нож И идет на нас Хризантема бьет его С левой руки В правый глаз А на второго Льет из баллончика Газ Один лежит Второй корчится у стены Не очень удачливая Попалась нам Гопотап А мой товарищ Начинает с толком И чувством Их месить Прямо до кровавых Слюней И пузырей Изо рта И вот Когда один уже Кажется не дышит Хризантема склоняется Над ним И достает нож Послушай, друг Говорю я ему Это уж слишком Хорош Думаешь? Спросил он удивленно Ну может и слишком Может и прав И мы пошли дальше По русскому Пьяному Району Мимо помоек Луж и канав Только водки На собранные Со всех Опитателей Вписки Рублей Около Техста Мы не купили Хризантема Купил на все Вискос Чтобы покормить Двух котят И старого Ободренного Кота Сидящих Возле магазина Грязной стайкой Он выдавливал Вискос На руку И кормил Их с руки Один ты все Не съедай Мелко Мудайка И по щекам Утекли Прозрачные Ручейки Я не стал Возвращаться В сквод А пошел На вокзал Вставало Солнце Начиная Один из Обычных Дней Может и показаться Что во всей Этой истории Есть какая-то Мораль Не Бля Я странно поставил Что у меня прям Два длинных Длинных Рядом Ну Ладно Леха Всегда был Мутным типом Но все-таки Своим Мутным типом И как любой Мутный тип Часто В непонятное Попадало Наделает Дел А потом Выручайте Ребята Такая вот Приключилась Борода А борода Лехе Не идет От слова Совсем Да и вообще Лучше по жизни Двигаться Без бород Про что я Про какую-то Из Лехиных Тем А Вот Примчал Ступно Криминальных Движениях Навел Нездоровую Суету Че-то Куда-то Ехать Че-то Кого-то Куда-то Вести Короче Нахлобучили Леху В ближайшем Порту И нужно Собирать Грядку Человек Из пяти А лучше Говорит Десяти Ну мы Ребята Движовые Да и Кости Надо размять А драк Это сильно Поярче Чем на фитнес Сходить В спортзал Собрались Поехали Вместе С Лехой Нас было пять В общем Четверо Леха Хуй когда В драке Нам помогал Пока едем Леха Выдает Расклад Ну как Выдает Орет Что все Не по понятию Вообще Беспредел И отпиздили Ни за что А он как бы Не виноват И на счетчик Поставили А он как бы Совсем Не удел Но Все что Леха Говорит Ты смело Дели на сто То есть Был косяк И виноват Он во всем Вообще Во всем Ну ладно Вот город Встречает своим Портом А вот встречают Обидчики Лехи Идем Ситуация Предельно Понятна И понятна Леха Не прав Совсем Подогнал Настройку В обход Пацанов Держащих Поляну Стройматериалы Посидно Занижены Цене А затем Уговорил Администрацию Заменить всех Строителей Выходцами Из Таджикистана Которых Продал Еще дешевле Чем стройматериалы Понятно Что свободный рынок Читали Маадова Смита Но Леха В этой ситуации Выглядит Конкретным Кидалой Или еще Того хуже Бандитом Пацаны же Честно местность Под себя подмяли Терли-терки С хозяевами Поставили Своих ребят А тут Леха заявляется Своими стройматериалами Тут Хочешь Не хочешь А где? А Рабочих Вот рифма Тут Хочешь Не хочешь А просто Необходимо Набить Лехе Ебало Проблема в том Что нам не нравится Когда Лехе Бьют Ебало Да и в общем Ситуация Красивая Такая Нарисовалась Что можно Очень живенько Наживиться Налом И состоялся Очень неприятный И неконструктивный Диалог В ходе которого Были отпишены Все Кто пиздил Леху Нам конечно Тоже перепало Чуток Но вот такой Вот век Волкодав Такая вот Сучья Эпоха А по итогу Эта стройка Осталась за нами Мы ехали Молча домой Я забивал Папиросу травой И думали Мы все Об одном С пацанами Что Леха Мутный Сдип конечно Мутный Но свой Я скучаю По гопникам Неприятным Агрессивным Злым Которые всегда Интересовало Кто по жизни С какого района С кем знаком По тем пацанам Что не привыкли Сглаживать углы И брущем Всегда На пролом По таким пацанам У которых есть Внутренний стержень Которые носят Ножи Не просто Для понта Которые Всегда тебя В тонусе Держат Потому что Вас разделяет Реальная Линия Фронта Они куда-то делись То ли Сторчались То ли Сидят И никто Не предъявит Нет За сережки Или фасон Штанов Я хожу По ночным улицам Не оборачиваясь Назад Как тупое Животное Без естественных Врагов Я совсем Расслабился Путаю Берега Не слежу За базаром Забыл Как драться В натуре Тяжело Пацаны Без естественного Врага Слезайте скорее С иглы И возвращайтесь Из тюрем На вписке На улице Большая Морская Я пил водку И курил Синий Винстон Она сказала Я не такая И сама Расстегнула Мне джинсы У нас было Минут двадцать Наверное Потом ехали На дачу В Горелого Она вытерла Живот от спермы Со словами Я так обычно Не делаю Казалось Возьмет И заплачет Сказав Мы не будем Вдвоем В полном молчании Ехали на дачу Ее парень Был за рулем Когда в последний раз Разведут мосты И последний поезд Покинет Московский вокзал Станет ясно Пора уходить В монастырь И как-то ты Не предугадал Что в какой-то момент Все вокруг надоест И придет в себя В четыре утра В ванной И станет ясно Все, что случилось Здесь Много лет назад Предсказано Мамой И, как обычно Мама была Права А я Молодой дурак Ее не послушал Как там у Никонова Есть водка Трава И никакой морали Наверное Это лучше Тут логично идет Окрасить их Легче Никонова Сейчас Сейчас я должен Ну, я не вижу Людей в пиджаках Поэтому придется Без пиджака сегодня Сейчас я войду в образ Лучше, конечно, было бы Ёбнуть царя в калете Хорошей, как стряхнуть Пыдло Ему все равно Ничего не светит Ничего Никогда Никому И больше не надо бояться Когда город Похож на тульму Остается внутренняя миграция Ночью Все кошки красными Остались Так и должны Весны Срывают маски Утром После войны Ну что, Илья Посвящение Леши Никонова мне С твоей помощью Потому что я все не могу его запомнить Он представлялся Ну, начало я помню Давай, если я забуду Ты прям крикни Да, нормально? В общем, у Алексея Никонова Тоже есть стихотворение Посвященное мне Которое так и называется Максиму Тесле Вот Я попробую его сейчас Воспроизвести Логично, что Когда я читал стихотворение Посвящение Никонова В стиле Никонова Стихотворение Посвящение Максиму Тесле Я буду читать В стиле Максима Тесле Вы должны были все тут засмеяться Сказать Как он придур Как он классно придур Ладно Он представлял все совсем по-другому Но делой было нечего и незачем Подошел Улыбнулся Спросил очень скромно Девушка Что вы делаете сегодня вечером? Она улыбнулась легко и спокойно Она улыбнулась легко и спокойно Облизала кубы Облизала кубы Потом ответила Тысяча минет Полторы остальное Вот что я делаю сегодня вечером Мотивация для стихотворения скверная Но тысяча была потрачена не зря И то, что первое чувство Самое верное Правильно говорят Русский снег Имеет свою природу Например, норвежский Это льющиеся с неба влага Русский снег Это слезы народа Под заключенных гулага В русском снегу Не сделаешь снежного ангела Если война снежками То мировая В этом снегу Нужно отморозить фаланги Он не умеет кружиться Солета, деда Ведь он умеет Забьюжить и занести Забиты за шиворот Под веки В глотку В этот снег Нужно ложиться костьми Закусывать им водку Беспечный норвежский снег Состоит из воды Русский Из злости И одиночества Ты умрешь А он заметет следы И никогда Не закончится Роме англичанину Я бессмертен, братишка Сказал Рома Незадолго до того Как умер Он был прав Как правы все покойники Проезжая сегодня Мимо государственной думы В сторону Сокольников Неожиданно вспомнил это Я бессмертен, братишка Таджук-таксист Заложил очередной вираж Смерть единственное Что можно сделать слишком Но это не страшно Это не страшно Это не страшно Это не страшно Сереже Долгополову Сереже Долгополову Я думал о том Как горят кудрявые Сережины волосы В печи крематория И о том Что мы больше никогда Не станцуем под Логутенко А я не выложу Эти грязные танцы В сторис В зале прощайников На школьных танцах Все жались по стенкам А я стоял И думал Что это какой-то пранк И сейчас он встанет И скажет Вы че Ебанаты Вы че повелись Что я взял Лумер вот так Пиздато я вас разыграл Я отвечу Пиздато И поедем в военотеку Выцепив Убер И будем ржать до утра Ну серьезно Хватит Ты правда повелся Что я взял Да и умер Повелся Повелся Давай лучше На катер Под музыку Гроб Опустился Куда-то вниз Люди стали Покидать похоронный зал Не любить тебя Невозможно Моя лучшая Крайняя жизнь Там внизу И вряд ли И вряд ли станет Когда-то Помню все О чем мы мечтали А теперь все не так И не с теми Паша Рванем В Таллин Позвони Когда будет время Мы 40 минут Чтоб не орать Чтоб не орать Забивал Выйди из морга А потом На остановке Меня выстегнули Гопники И кровь тягла На футболку Из разбитых губы И носа Кажется Даже из глаза Водитель спросил Все нормально Серьезно И меня стошнило На пол Его Новый Мазды Я жду тебя На перекрестке Я жду тебя Для разговора И разговор Тут будет жестким По всем Традициям Хардкора Почти не пьян И не упорот Почти возвышен И веселый Я жду тебя На перекрестке Я жду тебя Напротив школы Как будто Из стиха Гуковский Мужик С прекрасными глазами Я жду тебя На перекрестке Я жду тебя С ножом В кармане Я курил в потолок И мне весело Скоро приедут Твои родители И Сенин был дурак Что повесился Жизнь прекрасна И удивительна Когда ты Закончила школу Я заканчивал институт Тебе очень ждет Быть голой С моим членом Во рту По-прежнему Серый Питер Видимо Не будет Бабьего лета Тебе просто Был любопытен Вкус спермы Великого поэта Модная девочка В татуировках Читает мои стихи С таким вдохновением Что даже мне Становится как-то неловко В самых пошлых моментах Стихотворения Облизывает губы И раздвигает колени Говорит, что словила Эстетический экстаз А сама настолько боится члена Что сосет Не открывая глаз Ладно Я все-таки попробую Объяснить тебе все вкратце Если совсем уж кратко Я тебя абсолютно не знаю Ты любишь Хайдегера А я бухать и ебаться И мне кажется Это важнее Чем бытие И сознание Во всяком случае Летом Ты вообще Врубаешься в лето В мосты И белые ночи В поэзию И бессонницу Ты видела Как падают звезды А я Падение планеты И даже загадал желание И сегодня оно исполнится Если ты Не сделаешь глупость И не уедешь домой Что абсолютно нелогично Когда мы уже полностью раздеты Ты когда-нибудь видела Такой красивый член Как мой Самое время расслабиться И начинать Рубаться Летом О, тут провлагалище Наконец-то Рваные, смятые Просто не на влажной постели Твои узкие бедра И твой животик упругий Кажется, пару дней Ничего не ели Питаясь только слюною Друг у друга Лишь иногда Запивая бокалом Ламбруско Весна Несомненно Ощущение Полной свободы А в твоем Влагалище Так потрясающе Узко Что я застрял тут Надолго Походу Любовь Любовь моя Чтобы понять Мосты Особенно Особенно Осталось Осталось Делать ему Большой Несомненно Мы не могли Дворцов Дворцово Есть какое-то место Дворцово 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 Тут вода Сливается с небом И одно Переходит Другое Те, кто плыл По этим волнам Те, конечно Поймут Лучшее из всех Возможных морей Это Балтийское море Лучшее из всех Возможных ночей Это Белые ночи Асфальт Под ногами Играет В тональности Ля-минор Дворцово Красив Даже тогда Когда полностью Обесточен Любить этот город Судьба А может быть Приговор Ну, если гуляли По Невскому То, ну Просто я бы тоже Хотел Четвертизм прочитать У нас Ну, в общем Когда была блокада Там вся хуйня Вся хуйня Ну, вся эта хуйня Типа блокада Вот Когда бомбили Ленинград То Правая сторона Невского Была Наименее опасна При арт-обстреле Потому что Они все летели Типа слева И бомбы падали Типа Ну, по правой стороне Можно было ходить И у нас до сих пор Оставили одну из надписей Типа Граждане Эта сторона улицы Наименее опасна При арт-обстреле Вот И поэтому Четверостишее Мы верим Что самое страшное Не сбудется Но даже Засыпая В теплой постели Помним Какая сторона Улицы Наиболее опасна При арт-обстреле За вас Ребят Спасибо, что вы шли В следующем цифровении Не использую слово Пидорас Но У меня есть друзья Пидорасы И они не обижаются Когда я их называю Пидорасами Так что если сливаться Пидорасы Не обижайтесь Мы никогда не принимали Жизнь Как данность Я не прошу прощения За пафос И мы не знали Слова толерантность И пидорасов Называли пидорасами И зарабатывали Больше, чем родители Толкая героин И гидропонику О, если бы мы Тогда Писали в Твиттере Мы были бы Тысячники Или миллионники Вы отправляете Сообщение На пейджер И вам ответит Кто-нибудь из них С нелепыми прическами В смешной одежде Провинциальные Подростки Нулевых Вообще обычно Где-то на этом моменте Уже заканчивают чтение Но у меня там Еще четыре листа Видимо я написал Прям настолько Более пиздатые Что дальше Прям вообще Охуеть А, и кстати И кстати Охуетьте От моих Карих глаз Охуетьте От моей стройности Таких много Рождалось Нас На землях Ленинградской Области Там, где Поганых Поля Раздольны И небо Не видно Из-за деревьев Крон Мы Научились Быть вольными У финно-горских Племен Мы сделаем Философский Камень Из двух плюшек И грамот Скорости Я счастлив Быть един С пацанами Рожденными Ленинградской Область Я помню себя Безобразно пьяного Девятнадцатилетнего Тощего В тапках Девец В майке Нирвана Поднимающимся На площадь Восстания И идущего По Невскому Толкающего Прохожих Падающего На дорогу Мой рюкзак Рвется С веселым Треском И на землю Падает Стогов Кассета Психея Пластиковые Стаканы Виноградный День Блядь Ааа Дешевые Гандоны Там было Давайте Зан начну А что В Москве В 2005 Году Было Вообще Ну типа Тут есть Старики Что Было В 2005 Году В Москве Хардкорн Или Метал Метал Ну типа Крабкор Ну дес Короче Я понял У нас просто Тема процветала Там нахуй Я только Доехал В Питер Ну ладно Хорошо Все Я помню себя Безобразно Пьяного 19-летнего Тощего В так Как ДВС Майк Нирвана Поднимающимся На площадь Христова Я вспоминаю Что Несколько лет Назад Уже Определенно Видел Что-то Такое Несколько лет И спаля Я все еще хочу Тебя Везет За сутки 40 сигарет 4 грамма На весах Уснули Уснули Я вырасту Большой начальник А вырос Да Не вырос До сих пор Горячий кофе Пара сигарет Я по утрам Корю Курю По две А то и по три Мне предрекали Что я Кончу жизнь В монастыре Ну что ж Посмотрим Простите Друзья Детство Что не сидел В тюрьме И покинул Родной город И не живу По понятиям И все ваши Главные ценности У меня Вызывают Смех Простите Если можете Друзья Приятели Простите Друзья Юности Что не ушел В монастырь И не умер От передоза И не завел Детей Не оправдал Ожиданий Не докидал Понты Просто Прееба Стало не то Или мы Не те Простите меня Родители Хотя тут Все вроде В норме В тюрьме Не сидел Жив МЧС Пришлет сообщение О надвигающемся Шторме Солнце Устало Зайдет За гражи Я Бриюсь Не выпуская Сигареты Изо рта И вся Моя жизнь Похожа На странный Восьмидесятнический Клип Мои друзья Сидят на картах Не отрывая Пяток От земли Я Неприятен Заебист Мерзок Дик Зол В душе моей Холодно И темно Но все Мужчины Хотят налить мне И дать денег В долг А женщины Переспать Со мной Еще одно Длинное А ну хотя Вот Блядь Вот там Про скинов И Про скляру А нет Про Леху Было Надо поменять Программу Как-то Длинное Соберитесь Ну Можно 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 Я Хлопайте Вы Двое Я не Начну Пока Вы Похлопайте 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 Спасибо Бля Спасибо Ребят Что вы Любите Вообще Всю Эту Хуйну Спасибо Я Тогда Совсем Ничего Не Понимал Насчет Противоположного Пола Хотя Если Честно До Сих Пор Не Понимаю И Сейчас Я Видел Ее Каждое Утро По Дороге В Школу Она Ходила В Девятой А Я В Седьмой Кажется Класс Но Если Дома Номер Четырнадцать По Криковскому Шоссе Я Останавливался И ждал Пока Она Не Появится Обычно Минут Пять Или Семь Да Или Двадцать Какая Разница Останавливался И ждал При любой Погоде Дождь Солнце Ветер Туман Я Я Опаздывал На Первый Урок Целое Полугодие Потому Что Опаздывала Она Я Конечно Ни разу Не подошел К ней И Не Заговорил Потому Что Видел Кто После Школы Ее Встречал А я Хоть И Не Очень Умен Но Все Так Не Совсем Дебил И Не Хотел Бы Всю Оставшуюся Жизнь Бегать По Врачам Умерла Она Глупо И Даже Как Нелепо Вместе С местным Бандитом Была Застрелена В Стареньком Форде Где-то На Окраине Кингисепа Под Льющиеся Из Магнитолы Блатные Аккорды А я Стал Вовремя Приходить На Занятия Нормально Закончил Школу Дальше Поступил В институт Но С тех Пор Если Девушка Опаздывает Подопреждаю Не ждать Ни пять Ни семь Ни тем Более Двадцать Минут Все правильно Да Ого Смотри Уже Зима И На Сфальте Снег Лежит На Правом Берегу Тюрьма И Город Кажется Чужим Ого Смотри Повсюду Снег На Правом Берегу Кресты Ты Улыбнув Скажешь Мне Мы Опоздали На Мосты Бегут Машин Цветные Стай Литейный Замер Разведен Поднялся Ветер Холодает И Снег Сменяется Ждем Воду Нас Встретят С Распростертыми Распростертыми Объятиями Обнимут И Предложат По бокалу И Я Во Фраке Ты В Вечернем Платье Я думаю Примерно Так Мы Подойдем К Финалу И Нам Расскажут Как Давно Нас Ждали А Мы Не Шли Не Шли И Наконец-то Добрались Вот Берег Огненной Реки И Мы Гуляем На Причале И Треплет Волосы Горячий Бриз Нас Отведут К Хозяину Нас Познакомят Он Весь Такой Валияжный В красном Шелковом Халате Теперь Есть Вечность Ничего Нет Кроме А смерть Всего Лишь Жизни Автопати Партия Спасибо Это был Максим Тесли Передо мной Был Никита Шоколов Ему Дальше Спасибо А книги Там Еще Есть Покупайте Давайте Пятнадцатую Продаю А потом Прям Уйду В Гав Нино